Всем привет! Огородный сезон 2019 у меня закрыт. Теперь сезон покупки семян. Раньше в ноябре не приобретаю, потому что все-таки в ноябре магазины стараются уже завозить свежие, интересные сорта, какие-то новинки уже можно повыбирать. Я люблю такого рода видео. Мне интересно, что приобретают огородники, что они будут выращивать на следующий год. Но, конечно, смотрю, какие есть новинки в мире семян. Я уже приобрела томаты, которые буду выращивать на следующий год. Это 20 сортов и 2 гибрида. Но прежде чем высевать томаты, я обязательно составляю такой список. Какое количество я буду выращивать в следующем году. Название сорта. Примерное количество растений, которые я буду высаживать в теплицу. И обязательно ставлю примерную дату посева семян. Я так делаю не только по томатам. И к перцам это относится, к баклажанам, к тыквам. В общем, ко всем культурам. Это очень удобно. Во-первых, я уже знаю примерные сроки, когда что мне нужно посеять, а не сидеть и высчитывать. И такие листы просто вставляются в тетрадку для записи. Мне кажется, такая тетрадка есть у каждого огородника. И все очень удобно. Отличная вещь. Итак, сорта томатов, которые я буду выращивать в сезоне 2020. Чтобы было интереснее смотреть, новинки, конечно, фотографии будут взяты из интернета. А все, что я здесь выращивала, это уже будут фотографии с моей теплицы. Немецкая оранжевая клубника. Это семена из Нидерландов. Растение высокорослое, раннеспелый сорт. Плоды крупные, сердцевидной формы, плотные, мясистые. В стадии зрелости желто-оранжевые, весом примерно до 600 грамм. Мякоть масляничная, нежная, сочная. Семен будет здесь немного. Вкус сладковатый, без кислоты. И поспевает дружно. Но урожайность у него, как пишут, средняя. Но для меня это не важно, потому что здесь играет только вкус для меня. Пригоден и для свежего потребления. Красиво просто смотрится в нарезочке. И можно также при приготовлении соков использовать. Следующий сорт. Нефиолетовая клубника. Когда покупала эти семена у коллекционера, это на его вкус. Растение высокорослое, средний и спелый сорт. Плоды плоскоокруглые, пурпурно-коричневые. Кожица у них будет плотная и масса до 300 грамм. Мякоть будет сочная и очень вкусная. Зеленая тайная личинки, как здесь написано. Название это практически везде. Но вообще это зеленая тайна граба. Встречается и зеленая тайная личинки. Такое название. Растение высокорослое, средний и спелый сорт. Листья здесь будут уже картофельного типа. Плоды темно-зеленые, янтарные. Масса до 300 грамм. Плоскоокруглая форма. Вкус сбалансированный. Ну и по сладости и по кислоте. Кожица плотная. И благодаря этому они очень даже неплохо хранятся. Что, честно сказать, редко для зеленоплодных. Семен мало. Ну, назначение обычно у зеленоплодных это или соки, или салаты делать. В общем, свежей нарезки отлично. Президент Гарфилд. Растение высокорослое, средний и спелый сорт. Плоды крупные, сильно приплюснутые, ребристые. Ярко-красного цвета и массой до 200 грамм. Мясистые, сочные, вкусные, сладкие. Тоже и для соков, и для соусов подойдет. Ну и, конечно, в свежем потреблении. Тетя Анна. Это высокорослое растение. Среднеспелый сорт. Высокоурожайный сорт. Плоды крупные, красные, сердцевидные. Иногда могут быть и приплюснутые. Массой до 500 грамм. Мясистые, семян в них мало. Тоже подойдут и для соков, и для соусов. Ну и просто в салатах отлично будут. Тиавен немецкий. Это тоже на вкус коллекционера я приобрела. Высокорослое растение. Среднеспелый сорт. Плоды плоскоокруглые, упругие, мясистые. Малиново-розового цвета. Массой до 300 грамм. Для приработки и тоже для свежего потребления. Будут отличные. Чудо Олфорда. Олфорда. Это высокорослое растение. Среднеспелый сорт. Как и у многих сердцевидных, стебель будет тонкий. Плоды крупные, темно-розовые, сердцевидные. Массой до 300 грамм. Кожица у них плотная, упруглая. Ну и если кожица плотная, упруглая, значит будет храниться хорошо. Лежать будет. На вкус сочный и сладковатый. Будем пробовать. Это все для меня новинки. Следующий сорт. Сосулька черная. Это высокорослое растение. Среднеспелый. Высокоурожайный сорт. Плоды пальчиковой формы. Упругие, плотные, мясистые, вкусные. Коричневые окраски. Очень красивые. Масса до 100 грамм. Они не растрескиваются. Этот сорт я приобрела специально только для консервирования. Я буду мариновать этот сорт. Говорят, он чуть ли не один из лучших. Это сорт Экзот. Сразу видно. Низкорослый. Он в теплице достигает максимум 1,2 метра. Я не люблю высаживать в теплице низкорослые, но понравился мне этот сорт по описанию. Посажу его в скраю теплицы. Посмотрим, что будет. Среднеспелый. Лис картофельного типа. Плоды приплюснутые. Янтарно-зеленый. С розово-красными какими-то вкраплениями. В общем, цвет экзотического томата очень сложно описывать. Массой до 300 грамм. Мякоть сочная, сладкая. Розово-зеленая. В основном, конечно, такие томаты, они для свежего потребления. Сорт оранжевый из России. Еще я встречала в интернете, еще называют оранжевый русский. Такое есть название. Но я приобрела как оранжевый из России. Это высокорослое растение. Среднеспелый урожайный сорт. Плоды бикалорные. В полосочку красно-оранжевую. Мякоть тоже такая полосатая, красивая. Очень вкусная, сердцевидная форма. Массой до 500 грамм. Кожица у него плотная. И плоды малосеменные. Тоже отлично будет для овощных нарезок, в консервации, для свежего потребления соков. В общем, куда угодно. Зеленая груша. Это от моей зрительницы моего канала мне прислала. Это высокорослое растение. Среднеспелый сорт. Кистевой. Плоды грушевидной формы. Небольшие. Масса около 100 грамм. Золотисто-зеленого цвета. С темной пятнышком в плодоножке. Мякоть сочная, сладкая. С мягкой кислинкой. В общем, это из серии зеленоплодных. И хочу попробовать. Следующий сорт. Голубая прелесть. Еще в интернете есть такое название, как голубая красота. С названием, в общем, что-то неопределенное. Но мне зрительница канала прислала, как голубая прелесть. Очень интересный сорт. Высокорослое растение. Ранеспелые, урожайные. Томаты плоскоокруглой формы. Масса до 250 грамм. Мясистые, многокамерные. На разрезе они розовые. Шкурка у них плотная. Цвет плодов малиновый. С темно-фиолетовыми плечиками. В кистях по 4-6 завязей. Созревание у них дружное. Ну, плодоносит, как пишут, до самых заморозков. Ну, и болезни устойчивые. Так пишут о нем в интернете. И так мне написала моя зрительница. Сорт Амана Оранж. Это тоже семена от зрительницы. Высокорослое растение. Среднеранний сорт. Томаты массой до 600 грамм. Плоскоокруглые. Заметно у них ребристость на плодах. Кожица тонкая. Мякать оранжевого, теплого цвета. Мясистый, сочный. Ну, и вкус такой томатно-фруктовый, как пишут. Посмотрим, будем пробовать. Это тоже новинка. Следующий сорт. Тоже от зрительницы моего канала. Черное сердце с носиком от Борисовны. Я здесь сама подписывала, поэтому сердце пропустила. Надо будет дописать. Название, конечно, очень интересное. Я почитала о нем отзывы. Меня этот томат впечатлил по отзыву. В общем, это высокорослое растение, среднеспелый, урожайный сорт. Плоды крупные, сердцевидная форма, с выразительным носиком. Весом до 400 грамм. Мякоть плотная, но в то же время она сочная. Вкус балансированный. И еще в отзывах, как кто-то написал, что этот томат просто красавчик. Очень положительные отзывы об этом сорте. Хочу попробовать. Прямо уже руки чешутся. Следующий сорт. Я хотела приобрести его у коллекционера, но передумала почему-то. Но вот зрительница канала мне его прислала. Сорт задницы обезьяны. Это высокорослое растение, среднеспелый сорт. Плоды округлые, сердцевидная форма, с раздвоенным основанием. Насыщенная розового цвета. Вес в среднем до 400 грамм. Мякоть нежная, сочная, не мясистый. И ярко выраженный вкус. Для салатов, соков, свежего потребления. Я почитала о нем отзывы. Конечно, отзывы разделяются. Кому-то или этот сорт очень нравится. А кому-то пишут, что сажать больше мы не будем. Он меня еще этим заинтересовал. Я такие томаты очень хочу попробовать. И уже сказать, конечно, свое мнение. Так, и следующие сорта я их выращивала уже неоднократно. Это сорт южный загар. Этот сорт я выращиваю ежегодно уже, ну, года 4 это точно. Это любимец нашей семьи. Семена уже, конечно, давно свои. Растение высокорослого, среднего срока созревания. Листва у него поникающие. Плоды цилиндрическая форма. И уже в биологической спелости он ярко-оранжевого цвета. Очень красивый. Помидор массой до 400 грамм. Мякоть мясистая, средней плотности, сочная. Семен очень малые, они мелкие. Вкус сладкий, с фруктовыми нотками. Отличный сорт. Любим. Следующий сорт санмарцана. Семена уже свои. В этом году я его выращивала исключительно только для вяленья. И они, знаете, идеально подходят, чтобы их вялить. Получается такая красота. Эти баночки уже стоят с августа месяца. Идеально для вяленья. Что можно сказать? Это высокорослое растение. В теплице у меня он был максимум метр и пять. Примерно. Но не выше он. То есть он вершкуется. Он среднеспелый. То есть в августе, вот 10 августа, я уже их вялила. Томаты. То есть в начале августа они начинают поспевать. Формировала я его в 2-3 стебля. Плоды удлиненные, собранные в кисти. Биологическая зрелость. Они красные, гладкие, с небольшой ребристостью. И при разрезании поперек просматривается некая такая кубовидность. Они плотные. Стеночка очень толстая. Примерно в один сантиметр. Мясистые. Весом они чуть больше 100 грамм. В свежем виде они все-таки пресноватые на вкус. Но в вяленье они идеальные. Только с этой целью я их опять буду высевать и выращивать в следующем году. Для свежего потребления они средненькие. И для консервации они плоховато подходят, потому что у них есть такая небольшая пустотелость. В мариновании это вообще ни к чему. А вот для вяленья это на 100% да. Следующий томат это ирландский ликер. Тоже семена уже свои. Выращивала в прошлом году. Очень мне понравился. Высокорослый, средний, ранний. Формировала тоже два стебля. Томаты крупные. Ей были и по 400 грамм. Зеленоплодные. Переходящиеся затем немножко в такую желто-зеленую окраску. Мясистые, сочные, очень сладкие. Такие крахмалистые. Гармоничный очень вкус. В свежем виде и в соках. Замечательно. Следующий томат это утенок. Это штамповый сорт. Низкорослый. Я его в прошлом году выращивала и высаживала в теплицу в ноги к высокорослым. То есть когда высокорослые начинают только завязывать кисточки, утенок уже поспевает. Замечательный томатик. Устойчив ко всем неблагоприятным погодам и слоям. Плоды среднего размера, ярко-оранжевого цвета, круглый, с небольшим острым носиком. Плотные, сладкие, не растрескиваются. Вы же говорили, они не боятся ни заморозков, ни жары. Отлично он будет для консервации, но я его выращивала для раннего потребления. То есть он до консервации не доходил. Мы его просто в свежем виде съедали как самую раннюю продукцию. Следующий сорт это черный ананас. Я его выращивала в прошлом году. Тоже есть семена освоения у меня там лежат. Высокорослое растение. Тоже, как сказать, высокорослое. Ну полтора метра она не выше в теплице у меня был куст. Среднеспелый, подходит для теплиц. Формировала тоже 2-3 стебля. Все плоды плоскоокруглые, крупные, были по 500 грамм. Снаружи они зеленовато-коричневые, а мякоть розово-красно-зеленая, желтая. В общем, такая палитра, как экзот есть экзот. У каждого томата, в общем, свой рисунок был. Мало семян, вкус сладкий, сочный. Еще один сорт, который я выращивала в прошлом году, это сержант Пепперс. Это воскорослое растение. Стебель у него тонкий, как, собственно говоря, у всех сердцевидных. Среднеспелый, очень урожайный. Плоды и по 300 грамм были. Сердцевидные формы, вытянутые, с носиком таким небольшим. И красно-фиолетовыми, с сильными такими напылениями на плечках. Мякоть розово-малиновая, сочная, ароматная, сахаристая. Вкус такой у него сбалансированный. Тоже я его ввела в 2 стебля. Очень длительное у него плодоношение. Долго висит, не трескается. Это отличный и лежит он тоже хорошо. Кожица у него средняя. Тоже мне этот сорт понравился. Я его в следующем году буду выращивать. Все томаты я, особенно эта новина касается, я выращиваю не менее 4 кустов, чтобы понять, каков сорт и на вкус, и как он себя будет вести в теплице. По одному кустику, посаженному нового сорта, ничего не сказать невозможно. Поэтому я стараюсь минимум 4 растения выращивать нового сорта. А все томаты, которые я уже попробовала, знаю, на что они способны. Я буду выращивать в этом году по 2-3 куста, не более. Потому что у меня теплица одна стеклянная, а сортов у меня много. Еще это у меня 20 сортов. И будет у меня обязательно 2 гибрида. В этом году я хочу попробовать гибрид порпора. Я не знаю, как это правильно считается. Или порпора. В общем, это кистевой томатик мелкоплодный, черри. Очень красивая у него кисть. И хочу его помариновать тоже. Еще семена я не нашла, потому что я в конце декабря или в конце января поеду на ВДНХ и на Останкинскую улицу. Буду выбирать, докупать семена. Хочу там найти их. И еще один гибрид буду высаживать. Тоже красный, круглый, классический томат. Потому что классический томат тоже должен быть. У меня спрашивали, когда ко мне приезжали за томатами. Люди спрашивают, конечно, обычные красные томаты. Такие плотные, круглые, с томатной хорошей кислинкой. В общем, классику для маринования. Такие любят. У меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. Всем пока.